Добрый вечер! В эфире программа «Револьвер» и сегодня веду ее я, Игорь Барцец, директор Международного государственного службы управления Академией при Президенте Российской Федерации. И в качестве темы сегодняшней беседы я избрал такую. Должен ли ученик любить свою школу? Действительно, качество образования – одна из ведущих и постоянно обсуждаемых тем общественной дискуссии. Говоря о школьном образовании, мы отмечаем сохранение его высокого уровня. Когда российские школьники уезжают учиться в английские и американские школы, то по математике и естественным наукам они вынуждены учиться в классах постарше. И в своих новых школах зачастую взирают на одноклассниках с видом, ну, почти лауреатов Нобелевской премии. Но в то же время мы вынуждены признавать, что российский школьник уезжает из России зачастую нередко с чувством ненависти к родной школе, с ее бесконечными контрольными экзаменами, тестами, срезами, и начинает любить свою европейскую, американскую школу, прежде всего за доброжелательное отношение к ребенку. Поговорим об этом программе «Револьвер» с моим гостем, известным педагогом, директором Центра образования «Царицыно», заслуженным учителем России, лауреатом премии президента России в области образования, человек, который награжден медалью ордена за заслуги предотечеством. И в то же время я хочу сказать, что, наверное, он не менее гордится тем, что его школа признавалась победителем всероссийского конкурса «Лучшая школа России» Ефимом Лазовичем Рачевским. Ефим Лазович, добрый вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте. Да, все в порядке. У меня микрофон был на макушке просто. Ну, директор школы позволили нам многое, в том числе и это. Ну, это недопустимо, но простим. Итак, а в чем вопрос? Вопрос, который я задал, должен ли ученик любить свою школу? Но когда мы с вами обсуждали эту тему, то вы поставили ее более жестко. Почему ученик ее ненавидит зачастую? Поэтому ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Должен ли он ее любить? И если сможете, на свой. Почему он ее часто ненавидит? Ну, знаете, я начну с того, что понятие «должен» и понятие «любить» несовместимы. Абсолютно никто ничего не должен любить. Либо любит, либо не любит. Вот любящих школу... Я вот беру последнее исследование Давида Константиновского. Это Институт социологии Российской Академии Образования. И по достаточно широкой репрезентации 7-8% нынешних школьников ответили «да». Любим ходить в школу. Вот любить школу и ходить в школу – это две совершенно разные вещи. Можно ее любить дистанционно. Как институт государства. Да, проспал первый урок, включил какой-нибудь сомнительный телевизионный канал, наложил себе полную тарелку бутербродов. Вот смотришь. Ты любишь школу? Да, люблю школу. А вот ходить – это другая тема. Очень сложная проблема и очень актуальна. Я вам признателен за то, что вы ее затронули. Потому что есть несколько позиций. Вот мы с вами до эфира немножко поговорили. Вы сказали такую вещь, что вот когда-то, когда я был там и так далее. Ну, если я с позорью перебью. Буквально, я советский ученик. Я ходил в советскую школу. И у меня, как у советского ученика, сохранились самые добрые чувства к своей школе, к своим учителям. Ну и не позволю никому камня плохого кинуть в простую провинциальную школу, расположенную далеко от Москвы, без всяких, вот, что называется, приставок, углубленных центров. Возможно, без всяких регалий. Но я ею горжусь, я ее люблю. И у меня самое доброе отношение к учителям, которых уже многих-то и в живых нет. И вы знаете, у тех учеников, которые сегодня якобы не любят школу, пройдет какой-то такой не очень длинный период. Ну, допустим, период первого курса в вашем университете. Если их спросить, вы любите школу, в которой... Они скажут, да, потому что нормальные человеческие психики свойственно запоминают только хорошее, а с плохим расставаться, это точно. Но дело не в этом. Дело в том, что школьник сегодня находится не в трагичной, но достаточно драматичной ситуации. Я имею в виду тот школьник, с которого все, все его окружение требует учись, Ваня, иначе будет страшно, иначе будет плохо. Итак, он находится в окружении школы, которая требует от него результативности, усидчивости, послушания, выполнения всего. Он находится в ситуации, когда рядышком находятся родители, которые требуют примерно того же самого, но родители изменились. Знаете, как изменились родители? Я сам родитель, и чем отличаюсь от своих? Вот родители 20-летней давности однозначно принимали сторону школы в ситуации даже легкого конфликта. Современные родители, я имею в виду непьющую часть российского населения, они все чаще принимают сторону ребенка и начинают высказывать сомнения, а правильно ли поступает школа. Произошло то, что и должно было произойти. Во-первых, школа перестала быть монополистом в системе знаний. И мы с вами это хорошо знаем, и наши радиослушатели тоже знают. Сегодня можно почерпнуть безумное количество информации, причем снабженной видеорядом. Можно посмотреть опыты по химии, по физике, гораздо более сложные, чем те, что показывает учитель. Вот возьмем такую маленькую деталь. Уроки естествознания, уроки физики. Ведь это стандартная картина, когда учитель чем-то манипулирует и показывает, а 25 душ в классе смотрит на то, как он это делает. Взирают. Взирают. А если сделать ситуацию наоборот? Если позволить им открыть закон ОМА для замкнутой цепи с помощью того эксперимента, который они сами могут сделать. И тогда они захотят туда пойти. Спасибо. Я должен напомнить нашим слушателям, что они могут подключиться к нашей беседе с Ефимом Лазаревичем Рачевским по телефонам с кодом 495-65-10-99-6. А также вы можете писать нам на сайт Финам.фм на страничку программы «Револьвер». И мы пришли к очень интересному вопросу, на мой взгляд, на что действительно школа потеряла статус монополиста, но школа — это институт, через который должны пройти все. Или большинство. Никто никому ничего не должен. Но ведь мы же с вами не только не отошли от всеобщего среднего образования, но идем к всеобщему высшему образованию. Но мы в то же время, мне кажется, поддержать его нет, и наши слушатели наблюдаем бегство из школы или от школы. То есть когда старшеклассники, в прямом смысле, давят на своих родителей предложением уйти в экстернат, найти какие-нибудь иные формы, чтобы аттестат, конечно, был. Но без аттестата, извините меня, все-таки и без ЕГЭ нельзя поступить в университеты. Но как-то выйти из-под школьной системы, из-под ее гнета, давления, напора, сделать каким-то таким образом, чтобы аттестат был, и в то же время получить образование вне школьных стен. В России эта тенденция еще не стала доминантной по сравнению с Соединенными Штатами. В Америке, в Англии это очень... В Соединенные Штаты — миллион шестьсот. Ушли из школы. Семейное обучение. Семейное обучение, у нас эта тенденция, она есть, она растет, но она не является, я подчеркиваю, еще давлеющей тенденцией. Вот это очень интересно. Уйти куда? Уйти... Уйти домой. Уйти из системы. Уйти из системы. Уйти в сторону самостоятельного освоения. Давайте будем говорить знания. Отойдем от слова компетентности и так далее. Ну, это вот мы сейчас не насыщаем, естественно, образование, а мы все-таки в эфире. Да, знать. И я сам все это сделаю. То есть он уходит в систему персонального образования. Сегодня, не только в образовании, я бы сказал, везде. В автомобиле в вождении, в ношении одежды и так далее. Я иногда буду говорить о непьющей части населения, ладно? Существует такая тенденция найти персональное в массовом. Ведь посмотрите на интернет. Ведь наличие большого количества блогов и выкладывания вплоть до семейных фотографий где-нибудь там в Фейсбуке и так далее. Это стремление продемонстрировать себя. Найти свое персональное место в массовом. Школа у нас массовая. По традиции в советской школе персональному места никакого не было. И когда мы говорим, что когда-то отечественное образование было лучше в мире, мы лукавим. Лучшим в мире была та маленькая 5-процентная прослойка элитных физико-математических и каких-нибудь иных спецшкол, которые давали результаты на Олимпиадах. А так она была, я бы сказал так, она носила всегда конвейеры комбинаторных характеров. Но были стандарты, была некая заданность. Ну вот если мы с вами посмотрим современный стандарт и вступивший в силу полгода тому назад новый закон о образовании, мы видим, что они нацелены на персональное. Они нацелены на право ученика самостоятельно и в своем собственном темпе осваивать все это. Есть очень хороший принцип, я бы его сформулировал так. Учиться везде, учиться в любом темпе и учиться по выбранному индивидуальному маршруту. Школа не дает и еще очень-очень долго не даст. Потому что вы ждете, чтобы я причину назвал. Я хочу уточнить даже вопрос другой. Ведь школа это не только здание и не только учеба. Это ведь не только и не столько насыщение ребенка некой информацией, некими знаниями. Это общение, это умение выставить отношения, это твои одноклассники, это твои учителя, которые не только стоящие у доски, но и некий образ твоей жизни. Это проживание. Это жизнь. Это место, где можно влюбиться, поссориться, подраться, написать стихи. И за это не должны наказывать. И за это нельзя. Нет, нет, за драку надо наказывать. Не, ну за драку, ну, смотря, я никогда в жизни не дрался, но все бывает в жизни. Я считаю, что, знаете, как говорили в университете, студент имеет право на ошибку, и ученик имеет право на ошибку, ну и учитель имеет право на ошибку. В школе, где я работаю, примерно 220 десятиклассников. И вот однажды в актовом зале я им раздал листачки бумаги, я говорю, пишите заявление, я вам дам аттестат, и вы свободны. Ну, и что? Они народ очень неглупый, да. И вы сможете не ходить в школу. И они не написали, двое написали. Ну, конечно, это была шутка. Я понимаю, все-таки есть законы жанра и законы аттестатов. И ведь школа держит не столько знанием, школа держит скорее, как они говорят, своей собственной тусовкой, своим школьным этосом, системой взаимоотношений, тем, что ты нужен. И я часто наблюдаю, что они не уходят домой, очень долго не уходят домой. Спасибо, Ефим Вазович. Я признателен Илье, он достаточно долго находился на линии, поэтому надеюсь, что дождался. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за интересную тему. Ждать было совсем неутомительно. Я хотел бы согласиться не с гостем, а с ведущим с вами. А в том, что школа, по-моему, это все-таки не только насыщение детей знаниями, сколько учеба общения со сверстником, умение находить лидерские качества. Я школу закончил в 70-м году, то есть я еще учился по советской системе. И сейчас мне горько видеть, что происходит со школой, что происходит со знаниями, которые дети оттуда выносят. Потому что все-таки школа, кроме как узконаправленного, да, я буду заниматься математикой, мне русский язык не нужно. Она давала общий базовый комплект знаний. И на мой взгляд, советское образование все-таки, ну, не так оно плохое. Нет, мы его не ругали, Илья, наоборот. Нет, 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 это я говорю не про вас, я говорю про нынешнюю тенденцию, что нужно вот эти ЕГЭ, вот эти вот американский подход, тесты. То есть людей, ну, скажем так, в школе, в старших классах у нас часто ставили хорошие оценки не за знание, а за умение вывернуться. То есть если человек не знает, но он знает, предположим, другой какой-то билет на экзамене, да, умение его перевести туда, где он знает, и преподаватели с усмешкой смеялись, говорят, ладно, ты не знаешь, но за то, что ты вывернулся, за то, что ты смог вот как-то вот эту ситуацию, мы тебе ставим хорошую оценку. И это было и в институте тоже в советские годы. И, знаете, вот смотрю на людей, вот моего поколения людей с советским образованием, они все-таки получаются более разносторонне развитые, ну, вот те знания, которые заложены, они более разноплановые. То есть нет узкого специальности. Илья, вы не врач? Нет? Вы не врач? Нет, я строитель. Вот как хорошо. Но строителю тоже нужно быть изворотливым. Нет-нет, не изворотливым, а надо знать очень много. Ну, в институтах нам, извините, продолжим, в институтах оставили знания, вернее, отметки часто тоже хорошие, не за то, что знаешь, а то, что знаешь, где найти ответ. Ну, вот это самое главное, что сегодня, чего сегодня не хватает в школе. Это вычеркнуто, полностью, к сожалению. Это грустная ситуация, и у меня есть предложение, и к ведущему тоже. Давайте мы тему ЕГЭ трогать не будем. Обратите внимание, мы с вами не трогаем две темы. Мы ничего не говорим о ЕГЭ, и мы ничего не говорим о вот тех негативных, ужасных ситуациях, которые были в Москве в начале месяца. Все-таки это некие особые темы. Мы сейчас говорим об отношениях, и я хотел бы спросить вас, Ефим Лазаревич, о другом. Я хотел бы спросить вас об удовольствии. Думаю, вы со мной там согласитесь или нет, но ведь образование, получение знаний, школьное время. Мы привыкли, знаете, фраза «школьные годы чудесные», там стихи и песни вокруг этого, но ведь от этого нужно получать удовольствие. Я, честно говоря, не вижу зачастую в школьниках и в тех, кто приходит ко мне со школьной скамьи в университет, вот этой мотивации получения удовольствия от процесса учебы, от процесса образования. Это замученные, продвинутые дети. Да. Я когда-то говорил, или 10 назад, да здравствует троечник, лишь бы у него были розовые щеки, и он не утратил удовольствие в жизни. Нет, все-таки троечники мне не нужны, ко мне приходят умные, мотивированные, дети из хороших школ, и при этом я вижу, что вот в них надо разбудить мотивацию и стремление учиться. Удовольствие при насилии невозможно. Однозначно. Это однозначно. А от чего бывает удовольствие? Вот от чего можно получить удовольствие в образовании? Ну, во-первых, не бывает еще и безответной любви, а, как правило, любовь предполагает создание условий, когда объект любви получает возможность свободно развиваться. То есть первая свобода. Удовольствие можно только в свободном обществе. Поэтому я хочу перейти к конкретной практике. Договорились, да? Давайте. Что надо в школе такого переделать, я очень не литературно выразился, но неважно, чтобы все получали удовольствие. При этом я обязательно делаю сноску, что хорошо учиться легко быть не может. Это точно совершенно. Надеюсь, согласитесь, не легко, а с интересом, с удовольствием. Итак, первое. Должен быть интерес. Вы сами обозначили. Бывают ситуации, вот я убежден в том, что позвонивший на Амелья, у него был курс сопромата, когда он учился на строителе, который мало вызывал удовольствия. Но без этого курса невозможно стать профессиональным строительным или конструктором самолетов и космических кораблей. Это точно совершенно. Тогда все зависит не от предмета, а от того, что с этим предметом, школьным предметом проделывают учитель, директор, завуч и сами ученики. Российская школа страдает одной болезнью, очень застарелой болезнью, многопредметностью. Извините, вас перебью, потому что действительно я сравнивал, допустим, английские школы, где 4-6 предметов выбирают ученики. И у нас 12 предметов, 14 и далее. Не хочу, но больше к этому идем. Эти самые 19 предметов. Потому что у тех, кто задает школьный вектор развития школы, есть иллюзия, что если этот предмет не будет в школе, то в стране произойдет катастрофа. То есть если не будет 20 тысяч понятий по экономической географии, то страна улетит в экономический кризис. Если дети не будут знать, чем отличается головастик от какого-то членистоногого, то будет конец биологической науке. Поэтому плохие школьные учителя, преподающие биологию, химию и физику, называют себя не учителями биологии, химии и физикой. Они называют, ты кто? Я физик. Ты кто? Я биолог. В школе не должно быть науки как таковой, а в школе должна даваться общая культура. И, как сказал у нас слушатель и я, научить детей самостоятельно добывать информацию. И тогда, и тогда там не будет насилия. Итак, первый ваш и наш, надеюсь, тезис, это то, чтобы образование было в удовольствии, оно должно быть свободным. Я все-таки хотел бы дать слово Елене. Елена, добрый вечер. И мы, надеюсь, найдем еще несколько тезисов удовольствия от образования. Да, Елена. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Уточните, замечательная тема, потому что сейчас у меня сын учится в седьмом классе, московская центральная спецшкола, я не буду называть, если можно. Но эта школа могла бы быть элитной, но, на мой взгляд, таковой не является. Тем не менее, это сильная, языковая, старая, такая классическая школа. И я по жизни так же и положила, что я проживаю вот эту жизнь вместе с ребенком, и, в общем, вместе с ним бьюсь, не знаю, со школой. А с чем? Со школой, с директором школы, с учителем? Нет, 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 нет. С чем бьетесь? Нет, 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 я дружу. Вот смотрите, значит, удовольствие в самом начале передачи прозвучала фраза «Дети любят ходить в школу». Я не могу сказать за всех детей, но у меня ребенок очень любит ходить в школу, но это никак не связано с тем, что он очень любит учиться. И он является классическим представителем, по крайней мере, вот мальчиков его класса. Они очень здоровы здесь в школу, но это вообще с учебой не связано. А с чем? Чем тогда они заняты в вашей, в кавычках, элитной школе? Общаться, обалдеть, прятать друг у друга портфели, не знаю, там, ухаживать за девчонками. Ну, что-то так вот. И социальная жизнь у них очень насыщенная, но это к учебе не имеет отношения. А бьюсь как раз за то, чтобы организовать хоть как-то учебный процесс, потому что бедные учителя, большинство из которых родом из Советского Союза, они вообще не приспособлены к работе с современными детьми, по крайней мере, вот в этом тяжелом куберсатном возрасте. Они вообще не знают, что с этим делать. И связано это в основном с тем, что они выносили в жизни один подход. Вот в этом прозвучало замечательное слово «ребенок должен любить», но вот они почему-то считают, что ребенок должен учиться, должен быть у себя хорошо, должен, ну и далее по списку. Нет, а можно вас спросить? Когда он ходил во второй класс, он тоже не любил учиться? Вы знаете, он был должен. У него тогда еще вот это вот... Тогда у вас хватало сил обеспечить контроль за этим процессом? Обеспечить это должен, да. То есть он это делал по инерции, потому что тогда его еще удавалось загнать в рамки должен. То есть он тогда еще этой вот системе должностнования не мог сопротивляться. Хотите, я вам всю правду расскажу, только вы никому не говорите. Договорились? Я ее примерно знаю. Нет, дело в том, что, неважно, наука, психология или не наука, но мировая практика показала, что у детей в возрасте до 8-9 лет учебная деятельность действительно является ведущей. Школа для них неизгладимый авторитет. А потом начинается тот самый предпубертат, пубертат, поиск своего я и так далее, когда учебная деятельность перестает быть ведущей. Но школа и учителя работают в единой дидактической технологии как с теми, кому 8 лет, так и с теми, кому 13 лет. А ему, 13-летнему, самая отвратительная форма педагогики – это вербальная педагогика. Когда ему рассказывают, он должен понять, запомнить, а потом пересказать. Лучше повторить, близко к тексту. Это называется кодирование. Кодирование, декодирование, кодирование, декодирование. И у значительной части из них, тогда, когда они становятся старше, лет 16, иногда 17, появляется новая волна мотивации, но уже на осознанном уровне, а не по причине органики. Поэтому я вам предлагаю не сильно его упрекать, не сильно пессинговать, направить его интересы в какое-нибудь конструктивное русло. Идеальный вариант – это спорт и техническое конструирование. Еще замечательные языки. Ну, а потом все придет. Потому что ситуация с семиклассниками точно такая же была и 40, и 50 лет назад. Спасибо, Ефим Лазович. Спасибо, Елена. Если позволите, мы все-таки с Еленой не двинулись вперед. Мы просто подтвердили необходимость свободы и необходимость некого такого свободного развития. Давайте вспомним, что свобода – это осознание. Давайте вспомним. То есть необходимость учиться. Правила надо соблюдать. Что еще необходимо современной школе, чтобы быть в радость, в удовольствие в процессе образования? Вы знаете, надо договориться об одной еще важной вещи – об оценивании. Система оценки. У нас нет культуры оценивания как таковой. Я вам приведу один пример. Относительно недавно группа учителей, очень большой, 1200 человек, им задали вопрос. Согласны ли вы с утверждением, оцениваю то, чему учу? 86% ответили утвердительно. Смотрите, какой кошмарный ужас. Вы наверняка знаете таких идиотов, профессоров, которые требуют знания только их лекций. И не дай бог фейминовских лекций по физике. По моему учебнику, а лучше всего именно то, что я сказал. Да, лучше всего именно то, что я сказал. И еще вопрос. Но оцениваем не в таком случае развитие человека, или мы оцениваем, насколько он запомнил и воспроизвел? Мы оцениваем его интеллектуальные, репродуктивные возможности. И оцениваем его степень послушания. Не более того. А что мы должны оценить? Сейчас скажу еще один грех большой. На вопрос, какую часть оценки за результат учебный составляет ваша оценка его поведения? 67% ответили утвердительно, что да, составляет. Не зря, когда в 92 году был принят первый закон на образование, он отменил отметки за привлежание и поведение. Но мы продолжаем скорее в систему образования оценивать лояльность, оценивать улыбчивость, умение себя подать. Поэтому что надо сделать? Во-первых, в Российской Федерации нет четкой системы оценивания учебных достижений. Исключаю ЕГЭ и ЕГЭ. Вот эти две вещи я исключаю. В соответствии с действующим законом, каждая школа вправе создавать свою систему оценивания. Но, ребята, создайте ее, дайте ее на руки каждой семье. И это и есть тот самый общественный договор, который нарушать нельзя. Спасибо, Ефим Лазаревич. У нас завершается первая часть программы. Я, Игорь Барцец, представитель Академии президента Российской Федерации. И мой гость, Ефим Лазаревич Рачевский, известный педагог. Ну, серии галий не буду говорить. Директор Центра образования «Царица», заслуженный учитель. Интересный собеседник Униканчек. Говорим о системе образования. Мы говорим о качестве. Мы говорим прежде всего о развитии нашей российской школы. К чему мы пришли? К промежуточным таким итогам, что мы все-таки вынуждены признать, современная российская школа нуждается даже не в модернизации, не в реформировании. Это мы переживаем 20 лет. Она нуждается в переоценке системы ценностей и системы оценки своего ученика, своего школьника. Об этом и о многом другом поговорим после перерыва. Добрый вечер. В эфире программа «Револьвер». Мы продолжаем беседовать с Эфимом Лазаревичем Рачевским о современной российской школе. Мы говорим о том, должен ли ученик любить свою школу, почему многие ее ненавидят. Мы сравниваем нашу систему образования, как она развивалась в современное время с советскими временами. И мне кажется, сейчас подошло время все-таки сравнить ее с зарубежными какими-то образцами. Я в анонсе сказал, что зачастую наши и студенты, и ученики, уезжая на летние школы, уезжая на год, на какое-то время, относятся к европейским, английским, американским школам куда более доброжелательно, чем к своим родным российским. Мне кажется, что вот тот вывод, который мы сделали, что прежде всего связан с тем, что там школы исповедуют свободный тип общения, там школы исповедуют более свободное развитие с отсутствием зачастую оценок именно сейчас и сегодня, ориентированного образования когда-нибудь потом, через какое-то время, на какой-то результат. Но мне кажется, очень многое зависит и от той системы контроля, которая сложилась в нашей отечественной школе. По крайней мере, по моим ощущениям, наша современная школа, я говорю о хороших, достойных школах, это ситуация, где ученик очень много учит дома с репетиторами, с учителями-надобниками и приходит в школу для того, чтобы проконтролировали то, как его дома научили. Я не знаю, смогу ли я перечислить все возможные виды контрольных работ, проверочные, административные, экзамены, срезы, статграды, тесты. Ефим Иванович, вы человек профессиональный, все-таки что еще я потерял в этом перечне всевозможных контрольных, которые много или мало, или так и должно быть? Вы знаете, есть очень хорошие учителя, которые проводят вот эти контрольные работы ежедневно. Ну, просто ежедневно. Ну, очень любят это дело. Пять минут, вот, раз, и потом. Ну, пять минут, а когда по четыре контрольных в день? А когда по четыре в день, это нарушение всех мыслимых и немыслимых правил. И чтобы не было стрессов из-за этого, пристойная школа, периодичная школа, в начале сентября на своем сайте вывешивает график проведения этих самых работ на период до следующего, первого сентября. Если школа этого не делает, это плохая школа. А отчитаться перед министерством образования и науки, мы пока еще не вспоминали добрыми словами. Школа не отчитывается ни перед министерством, ни перед кем. Более того, даже вот эти статграды, исследования МЦКО, если взять Москву, может носить добровольный характер, школа может и не участвовать в этом. Но разумной школе нужны периодические внешние оценки. Почему? Потому что рано или поздно те же самые родители, когда будет это вот замечательно, ЕГЭ спросят, а почему вы моего ребенка так плохо подготовили? Вы на протяжении всех лет ставили ему пятерки, 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 пятерки. Вот пришла внешняя оценка, внешняя независимая, у него двойка или там тройка. Поэтому школа должна иметь эти ориентиры, иначе научиться невозможно. Спасибо. И я рад, что вот у нас много слушателей, но есть Владимир, который хочет поговорить о сравнении российских и зарубежных школ. Если есть какой-то опыт, Владимир, нам было бы интересно в эфире это услышать. Добрый вечер. Добрый вечер. Я в эфире? Да. Ну, немножко меня не так поняли. Я не имею опыта в зарубежных школах. Я хотел бы поговорить немножко о другом. Дело в том, что очень важной стороной школы является то, какие люди работают в этой школе, которые являются учителем. И очень обидно, что в последнее время учителя предпочитают называть себя преподавателями. То есть, как бы, отстраняясь от функции воспитания и склопываясь на функции подачи какого-то предмета, преподавания какой-то науки. Владимир, вы знаете, по моему опыту, я не знаю, надеюсь, Филан Анатольевич, то же самое. Вот те учителя, с которыми мне приходилось и приходится в хорошем смысле от слова иметь дело, очень достойные и интересные люди. И вот учителя именно нашей средней общеобразной школы, ну, вот, может быть, где-то за редким исключением, но, по крайней мере, вот то, что я вижу сейчас, это люди с зазнаниями, с пониманием, с интересом к жизни. И, скорее, вот мы должны отдать им дань должного и поклониться. И в то же время признать, что видно, как эта система настраивает учителя на вот эту гонку за некими результатами в цифровом показателе, нежели за преподаванием, за обучением, за образованием. Ну, может быть, даже не совсем так. Дело в том, что вот опыт моего сына, который учился в лицее, не просто в школе, а в лицее научно-технического профиля в нашем городе, который на старшие классы проводит отбор экзаменационный и выбирает отличников, из всех отличников, и не только этого города, но и ближайших населенных пунктов. Были учителя, которые считали, что, например, девочки больше, чем на тройку географию знать не могут. Не, ну, в семье не без урода, а вот давайте всех учителей вот сейчас не сравнивать. Все-таки ваше восприятие, что нужно изменить или улучшить в российской школе? Я думаю, что надо каким-то образом, я не знаю, каким образом, поднимать авторитет учителя, именно учителя человека, авторитета. Учитель должен быть авторитетом для детей, потому что, вот как показывает, может быть, мой ошибочный опыт, что ребенок в школе ведет себя одним образом, находится в одном каком-то коллективе, в одном обществе, а в семье совершенно по-другому, сферы, они очень мало пересекаются. Спасибо. Очень трудно достать из семейного круга, вот там вот, в этой общественной жизни. Спасибо, Владимир. Вы, Натал, кинули на один вопрос. Мы вот какое-то клише выдали применительно к старшему поколению, когда говорили о советской школе, советском ученике. Вот то, что мы видим сегодня в школе, это уже дети не просто не советские, это дети уже рожденные в свободном государстве, свободно мыслящие. Со своими недостатками, со своими особенностями, ну, одним словом, это абсолютно не советский ученик. Ефим Вазович, вот как этот не советский ученик приходит в школу, где и родители, и школа во многом исповедуют советские традиции? Я сразу подумал о добрых советских традициях. Нет, очень добрые, но ребенок сейчас все-таки другой. Он более свободный, он где-то иногда более открытый, иногда более резкий, даже грубый. Но он все-таки, Владимир о чем сказал, что мы должны поднимать авторитет учителя, но современные дети, они все менее и менее признают авторитеты. Они все более и более считают авторитетами сами в себя и как-то вот очень свободно и безавторитетно мыслят. Ну, почему дети как раз, особенно в подростковом возрасте, они жаждут авторитетов, на самом деле. Если они не находят авторитеты с неким позитивным содержанием, да, то они, значит, занимаются поиском других авторитетов. Допустим, там какой-нибудь дворовый лидер, хотя дворов сейчас очень мало осталось и так далее. Что касается того, чтобы поднять престиж учителя, он быстро и автоматически не поднимется. Ну, мне надоело на эту тему говорить, но ПИДУЗы, вы же знаете, двойной негативный отбор. Вот, не самый лучший и так далее. Но и при этом все-таки у нас много очень достойных интересных учителей. Тем не менее, ситуация меняется. Быстро она измениться не может. Вот. Ну, я приведу пример. У меня вакансия учителя физики. Я дал объявление на сайт, и примерно 9 или 11 предложений поступило. Потому что в Москве сегодня эта профессия вполне конкурентна на рынке труда, и по заработной плате, и поедут других проявлений. Дело не в советском или не советском. Иная цивилизация. Вот сегодня строятся программы развития российского образования на 2025 год. 2025 год – это год, когда те, кто пойдет в первый класс в этом году, в 2014 году, закончат школу. Что мы с вами знаем про 2025 год? Ускорение носит такой колоссальный характер. Я же помню ситуацию. Начало в 60-х, когда в школе, где я учился, появились шариковые авторучки. И когда в учительских, у меня дядя был учителем, судачили о том, вот как раз совпало по времени с карибским кризисом. И вообще расценивали это как проявление чего-то. Точно так же, как сегодня, с одной стороны, требуют информационной открытости и грамотности, но на уроках запрещают пользоваться планшетами, либо смартфонами. Предполагаю, что это обязательно будут социальные сети или того хуже, какое-нибудь соизнакомство. Поэтому для того, чтобы состоялось, в педагогике есть такое понятие – встреча. И сегодня тот, кто жаждет этой встречи, в чем-то опередил тех, кто к ним заходит каждое утро в класс и говорит «Здравствуйте, дети». Это тенденция не только российская, это тенденция общемировая. Есть такой замечательный исследователь мирового образования КУМС, он в начале 70-х написал книгу «Кризис образования». Недавно он еще раз написал одну книгу. Называется так же «Кризис образования». То есть здесь проблема, на мой взгляд, заключается в том, что школа должна быть не только диктующим институтом, но слышащим и слушащим. Приведу один пример из очень известного Майкла Барбера, который рассказывает, как в начальном классе. Это английский министр образования, который повинен в реформе английского образования. Девятилетние дети. И учительница начала урок английской грамматики. И вдруг одна девочка, это был понедельник, поднимает руку и говорит «А вы ведь не знаете, где я вчера была». Я спрашиваю «Да где ты была?» Я была в зоопарке. И что ты там увидела? Я увидел только что родившегося медвежонка. «Да ты что?» Сказала учительница. «Расскажи нам про это». И все стали про это говорить. Но ведь, а учебный план? А программа «Умная учительница» сделает так, чтобы этот разговор перешел к той теме, которую она обозначила. Неважно. Допустим, правописание сослагательного наклонения и так далее. Вот. Ну, не всякий это может. Значит, что мы можем сказать? Что школа должна быть интересной. Я очень признателен Андрею, который очень давно на линии. Андрей, если вы нас дождались, добрый вечер. Да, здравствуйте. У меня достаточно абсурдный опыт работы во внешкольном образовании. И мне кажется, что школы сейчас совершенно не способны справляться с своими задачами. Вот вы говорили о социализации и разворщики в детях. Но без организации, подобно Польским Харперам или британским скаутам, эту задачу, мне кажется, выполнить невозможно. Спасибо. 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 Ваше мнение. Вы знаете, надо было добавить еще и пионерской организации. Вот. Если убрать из пионерской организации, из темлянской идеологии, я имею в виду политику убрать, то это будет очень здорово. Дети нуждаются в игре. Из школы ушла игра. Дети нуждаются в инициациях. Они нуждаются в том, чтобы их куда-то принимали. Первый класс его приняли в октябре-то. Там третий, четвертый класс. Ну, сейчас у нас что? У нас праздник в июне, и уйня-то, например. Никого никуда не принимают. Принимать уже не стоит. Нет, ребенок нуждается в инициации. Ну, не зря. Даже в той же Африке, в 15-летнем возрасте, отправляют первый раз на охоту. Спасибо. Значит, школа должна быть интересной, и школа должна развивать. Мы вынуждены заканчивать наш эфир. Говорили о российской школе. Я, Игорь Барцес, и мой гость, Ефим Лазаревич Рачевский. Мы, наверное, сошлись во мнении, что школа – это все-таки модель общества. Это модель ценностей, модель видения мира. Поэтому современная российская школа все-таки должна быть свободной, должна быть интересной и должна давать развитие. Спасибо. До встречи в эфире программы «Револьвер». Всего доброго.